Привет всем. Неприятно признавать, но факт. В комментариях к прошлому ролику совершенно верно подметили, что неправильно указано количество процента ротации на 1000 человек. Вместо того, чтобы взять общее количество смертей за год, за семнадцатый год, я посмотрел на число смертей по городскому населению. Там зачем-то выделено сельское и городское раздельно. А общая сумма, она там не 500 с чем-то тысяч, а миллион 800 с лишним. И это поднимает количество клеток для ротации на 1000 с 3 до аж 12. Это очень большая разница. И в итоге все те упрощения и допущения, которые я сделал в пользу официальных цифр, они суммируются и в итоге получается декремент больше, чем инкремент. То есть у нас идет такое более-менее заметное падение. Оно не резкое, там никогда не бывает резкого падения. Я проделал 10 циклов по 100 лет и роста не было нигде. Был рост локальный иногда, но за 100 лет все равно всегда есть падение. Пусть небольшое, но падение. Это заметьте все еще при условии, что население стабильного количества, то есть количество не меняется. Если допустить, что население убывает, а это в принципе несложно добавить в модель, то падение будет еще более заметное. В общем, иными словами, вклад смерти в это уравнение я недооценил. А такая примитивная модель просто не дает возможности смоделировать то, как оно происходит в реальном мире. У меня все равно сомнения по поводу цифры 60%, но тут уже, чтобы всерьез моделировать, нужно учитывать все. И полувозрастную пирамиду, и возраст вступления в брак, откуда-то добывать в возрасте разводов, не знаю откуда. Плюс еще, конечно, этот теневой компонент, так называемые незарегистрированные браки, они тоже, естественно, тут присутствуют в каком-то количестве. Можно их отдельным числом, например, отображать. В общем-то, насколько модель не строится. Если будут еще коррективы, добро пожаловать в комментарии. Всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok